Не был бы я командующим флотом, если бы у меня не было флагмана. Этот корабль был символом нашего доминирования в Средиземном море. Потерь среди членов экипажа ракетного крейсера «Москва» нет. Я хотел бы, чтобы сказали правду, да, что случилось на самом деле. Кто допустил то, что с самого первого дня участия крейсера в боевых походах, там были срочники. Сыромясовые, например. А как? Сыромясовые. Слушайте, а таких список нет крейсера «Москва»? Ракета «Минептун» ураженный крейсер «Москва». Возникает вопрос об ответственности командира корабля. Вы мне объясните, какого черта вы оказались ему в этой точке Черного моря в это время? Мы потеряли флагман Черноморского флота. Вот такие мы лохи. Сейчас в Москве нет. Иного корабля, который имеет такие возможности, нет. Самый серьезный урон, нанесенный на этот момент России, как имиджевый, так и финансовый, уничтожение флагмана Черноморского флота крейсера «Москва». Мы находимся на флагмане Черноморского флота, на ракетном крейсере «Москва». Черноморский флот без флагмана не может существовать. Не был бы я командующим флотом, если бы у меня не было флагмана. 18 апреля в Севастополе ветераны флота пришли, как они сами сказали, проститься с ракетным крейсером «Москва», погибшим при выполнении боевого задания в Черном море. Этот корабль был символом нашего доминирования в Средиземном море, и не возникало вопросов, русское или Черное море. Этот корабль стал символом возрождения флота непростые 90-е, усилиями моряков-серноморцев 90-х, нулевых и недавних годов. Москва стала символом в том числе победы в войне 8-0-8-0-8, решения задачи и наше возвращение в родную гавань. Обратите внимание на венок с надписью «Кораблю и морякам». Государственные российские СМИ сообщали российским зрителям, что экипаж жив. Потерь среди членов экипажа ракетного крейсера «Москва» нет. Все моряки были вовремя эвакуированы. Наглой ложью называет это заявление отец пропавшего без вести Кока Егора Шкребца. Это семья из Ялты. Егор – моряк-срочник. Его отец Дмитрий Шкребец в постах о войне писал, цитирует, что «поддерживает военную операцию, а Украины как государство существовать не должно». Но сейчас, когда судьба его сына неизвестна, говорит, что ему неважно, какие СМИ об этом расскажут. Потому что, цитирую для других средств массовой информации, ни наши пропавшие дети-моряки, ни, соответственно, мы, их родители, не существуем. Конец цитаты. Я хотел бы, чтобы сказали правду, что случилось на самом деле. Кто допустил то, что с самого первого дня участия крейсера в боевых походах там были срочники? Почему они не были высажены? Я считаю, что люди, которые это допустили, должны быть наказаны все полностью. И как они цинично врут, сейчас мы смотрим по каналам, что все живы, весь экипаж эвакуирован. То, ну, просто не знаю, как это вообще можно так, язык поворачивался, можно так такое говорить, просто так нагло врать. Две семьи сообщили о гибели родственников членов экипажа. Среди погибших мичман Иван Вахрушев и матрос-строчник Виталий Бегерский. Гибель мужа подтвердила Варвара Вахрушева. Он служил в боевой части номер пять, отвечающей за эксплуатационную безопасность корабля. Жене сообщили о том, что тело его нашли. Агентство новости выяснило у родных старшего матроса Виталия Бегерского, что он нес вахту дозорным на правом борту крейсера. Его тело не было эвакуировано. Эвакуировано. Точное количество погибших и раненых официально не сообщают. Насколько я знаю, сейчас информация такая, что начали проводить расследование. А когда проводится расследование, они, соответственно, имеют право не давать вообще никакой информации никому. Поэтому сами по крупицам собираем, встречаемся с такими же, как мы, людьми сегодня и вместе организовываемся. Это все уже очень быстро засекретилось, потому что я и разговаривал с людьми, которые имеют хорошее знакомство, которые сказали, что все сложно, все засекречивается сразу. С Дмитрием связываются родители пропавших без вести. Все ищут хоть какую-то информацию. По состоянию на 20 апреля можно заявлять о десяти моряках-срочниках пропавших без вести, которых подтвердили СМИ или которые связались с Дмитрием. Это Марк Тарасов, Егор Шкребец, Артем Мишустин, Игорь Кутняк, Леонид Цавин, Никита Сыромясов, Андрей Цывов, Никита Ефременко, Сергей Грудинин, Данил Гирок. Сестра Артема Мишустина написала в соцсети ВКонтакте о том, что ее брат был в машинном отделении. Пост был очень быстро удален. В ночь с 13 на 14 апреля он находился на вахте в машинном отделении крейсера «Москва». Заступив на вахту, через некоторое время произошел взрыв. Сейчас он числится в списках пропавших без вести. По данным его товарища, сменившегося с Артемом вахтой, там невозможно было уцелеть. Двум семьям сначала сообщили, что моряки живы, затем что погибли, а позже что пропали без вести. Несколько семей заявляют о хамском отношении к ним заместителя командира корабля Павла Вакулы. С корреспондентом независимого медиапроекта «Вот так», объединяющего журналистов Украины, Белоруссии и России, этот замкомандир разговаривал матом. Сыромясовый, например. А как? Сыромясовый. Слушайте, а таких список нет крейсера «Москва»? А все остальные? Шкребец. А вы кто, родитель? Я уже сказал, мы работаем на «Вот так ТВ». Да мне насрадь не вы работаете с вашего родителя или нет? Нет, не родитель. Какая разница? Ну тогда нахуй вы мне звоните. Вы замкомандира корабля, вы должны иметь информацию. Мы СМИ, мы у вас ее спрашиваем. Мать срочника Никиты Сыромясова Ольга Дубинина говорит, что ее сына забрали в армию обманом. В январе он только закончил учебу, вызвали в военкомат что-то уточнить, а оказалась там повестка. Ольга заявляет, что на крейсере было очень много срочников. Эту информацию она рассказала изданию «Вот так» и подтвердила ее BBC. Ему очень не нравилось на крейсере. Когда я приезжала последний раз в феврале, он очень замученный был, уставший, постоянно на дежурстве. Я удивлялась, почему он отвечал, что некому дежурить. То ли контрактников там было мало, и они за счет срочников все делали. Срочников много было на крейсере. Он сказал, только в их каюте было 20 с чем-то, а их там много ребят. Я еще почему поняла, что там контрактников мало? Потому что срочников пускали на КПП только в сопровождении контрактников. Мне сын часто говорил, что не увидится нам, потому что ему не с кем выйти. Журналисты проекта «Схемы» и «Радио Свобода» смогли поговорить с матерью выжившего срочника анонимно из соображений безопасности семьи. Сын рассказал ей, что ему известно о том, что в крейсер попали ракеты, и что ему известно о 40 погибших. По его словам, погибли все, кто был на палубе, в рубке, кто управлял крейсером, кто был на вахте, потому что удар произошел как раз по палубе. Есть раненые с оторванными конечностями. Точных данных о числе раненых нет. Некоторые родственники называют цифру в 100 человек, кто-то в 200, кто-то просто видел длинные списки. Также нет и точной информации о том, сколько всего людей было на крейсере. По разным сведениям, на борту могло быть от 500 до 700 человек. Вот данные, которые оглашались во время обзорных экскурсий в Севастополе год назад. Мы едем по левому борту с номером 121, флагман Черноморского плода, ракетный гвардейский крейсер «Москва». Экипаж 516 человек. Первые сообщения о поражении крейсера «Москва» ракетами появились 13 апреля. Утром 14 апреля в оперативном командовании «Юг» вооруженных сил Украины подтвердили, что подбитый украинскими крылатыми ракетами «Нептун» крейсер «Москва» загорелся. В черноморской операционной зоне протокорабельными ракетами «Нептун» ураженный крейсер «Москва», флагман Черноморского флота России, отримав сутевое пошкоджение. В ночь с 13 на 14 апреля Минобороны России заявляло, что на крейсере пожар и сдетонировал боезапас, а причины пожара устанавливаются. К вечеру российское ведомство заявило, корабль потерял остойчивость и затонул. Вот это короткое видео и снимки позволяют оценить состояние Москвы перед тем, как она затонула. Украинские, турецкие и американские эксперты пришли к выводу, что они сделаны с российского корабля сопровождения, который эвакуировал экипаж крейсера. В соцсетях отмечают, что сделавшего их ожидает наказание. Проанализировав фото, военный эксперт Павел Лакийчук пришел к выводу, что одна ракета попала ниже ватерлинии крейсера, а вторая в конце полета перешла в запасной режим и самонавелась на середину цели, попав в надстройку корабля. Как бы обидві ракети вразили ниже ватерлинии, можливо, Москва пішла б швидше. Те, что вразила другая ракета прямо в надбудову там, где Форс находится, что произвело до детонації всех ракет зенитного ракетного комплексу, это, как говорят, вышло очень хорошо. Американский аналитик Эйдж Ай Сатан тоже отметил детонацию боезапаса систем С-300 Форд, ЗРК ОСА и артустановок АК-630. ОСА и С-300 не были развернуты для поражения целей, то есть Москва не пыталась противодействовать попаданию ракет «Нептун», отмечает он. Представитель Минобороны США уже подтвердил, что речь идет именно о поражении корабля ракетами «Нептун», сообщает «Нью-Йорк Таймс». После затопления крейсера российские корабли отошли подальше от украинского берега. Сам факт уражения ее также матимет серьезный вплив, потому что фактически они считали, что угруповывание сил в море напротив Одессы, напротив Очаковано, в общем, в певнично-західной частине Чорного моря, оно находится в абсолютной безопасности. Теперь после уражения противорабельными ракетами, они понимают, что их могут уничтожить и из поверхности, и из берега. И, ну, буквально протягом декілька годин, днів угруповывание ризко «Видошло на південь кораблів, тих, які знаходились біля наших берегів. Це свідчить про те, що дуже складно, дуже напружено. Тепер буде росіянам виконати ті завдання, які вони ставили перед флотом. І, можливо, навіть, можливо, навіть неможливо». То, що крейсер з управляємим ракетним вооруженням Дальній океанської зони оказався так близько к берегу, – це прямая ответственность командира, считає воєнний експерт із России Валерій Ширяєв. Чем ближе, тем більше риск на себе принял командир корабля, подходя к украинскому берегу. Потому что он-то стреляє на 1000 км от дальності украинських противокорабельних ракет «Нептун». Она 280 км. Возникает вопрос об ответственности командира корабля. І, конечно, зазвичай вона відповідає відповідність того, хто поставив этому кораблю вот таку задачу – курсувати вдоль берега України. Рисковати такими кораблями ради политических целей, ну, например, демонстрація флага, демонстрація мощной техники, якобы ми готовимся к высадки десанта, можна і так використовувати появлення такого корабля на рейде, допустим, «Николаево» или «Одесе», так далі. Рисковати такими кораблем – це дуже легкомысленне отношення. Этот крейсер стал самой дорогой военной потери России в войне з Україною. По данным «Форбс», він стоїть примерно 750 млн доларів. Уничтоження флагмана флота вызвало острую реакцію российських пропагандистів. «Вы мне только объясните, как вы смогли его потерять. Вы мне объясните, какого черта вы оказались именно в этой точке Черного моря в это время. И мне не важно, что произошло. То ли две ракеты «Нептун», как говорят украинцы, и с каких это пор боевой корабль боится ракетного удара, когда у него стоит комплект, позволяющий ему бороться с такого рода ударами». Этот 40-летний крейсер, построенный, что интересно, на судостроительном заводе в украинском Николаеве, имеет трехуровневую ПВО, поясняет военный эксперт. Фактически она прикрывала своей противовоздушной обороной все российские группировки кораблей, выходившие в сторону Одессы, и десантные отряды. И частично обеспечивала противовоздушное прикрытие сухопутных войск России на Николаевском направлении. Сейчас Москвы немае. Иншого корабля, который имеет такие возможности, которые можно подвести, поставить в центр, грубо говоря, театр військовых действий, немае. Отже, с ППО у них ускладнилося. Я не скажу, что совсем неможливо забезпечить ППО, потому что, в принципе, ППО можно забезпечивать, это же не океан, в Чорном море, они могут забезпечить и ППО за рахунок авиации, патрулювания, винищувачи из того же Бельбеку, или Новофедеревки. Но, понимаете, одно дело, это ЗРК, который находится на корабле. Они, как говорят, каши не просят, а для постоянного патрулювания літаков, ну, це багато витрат и пального, и ресурсу, и льотних годин. Тобто, роботу россиянам це значно ускладнить. Пресс-секретарь Путина уничтожение Москвы не прокомментировал ни разу. Периодически отсылал журналистов к Министерству обороны, или просто говорил, что это введение Минобороны. Не могу вам ничего сказать. По линии военных доклады идут регулярно по Верховному Главнокомандующему и по всем событиям. Также Песков переадресовал в Минобороны вопросы по поводу срочников на крейсере и их пропажи без вести. Минобороны России молчит. Единственное, что было сделано официально, это публикация 16 апреля видео о том, что Главнокомандующий ВМФ России Николай Евминов встретился в Севастополе с экипажем крейсера. На плацу по разным подсчетам от 74 до 200 моряков. Звука нет. В крымских соцсетях задают вопросы. Сделав несколько стоп-кадров, более 74 человек не набралось, а экипаж Москвы 510 человек. Где? Хотелось бы знать правду о потерях. На видео не весь экипаж. Факт. В соцсетях есть и предположение, что кадры старые. Телеграм-канал Воля считает, что это может быть видео с осмотром экипажа крейсера перед последним выходом в море. Часть звука удается расслышать. Там капитан второго ранга заканчивает доклад адмиралу Николаю Евминову. Словами, жалоб, заявлений и предложений не имеют. На интервью Евминов одет уже более легко. Личный состав крейсера Москва находится в основном в пункте базирования в городе Героя Севастополь. Офицеры, мичманы, личный состав контрактной службы будут продолжать службу на военно-морском флоте. Личный состав срочной службы в соответствии с законом с мая по июль месяц будет уволен и будет к постановке на воинский учет. Комментарии о неправде есть даже на странице Минобороны России ВКонтакте, где по большей части пишут те, кто доверяет этому ведомству. На форуме севастопольского СМИ «Форпост» возмущены заявлениями о пожаре. Ну как так можно? Как можно относиться к севастопольцам как к идиотам? Многие служили на флоте и пожар на корабле хотя бы теоретически понимают, тем более детонацию боезапаса. Не всего, ибо он распределен по всему кораблю. После Саратова, Бердянске, еще и Москва. Я один только вижу, что возгораний отдельных два. Кормовое по левому борту, как видно на фото, четко уже на момент съемки локализовано. Над стройкой еще дымит и видны четко малые очаги пламени. А теперь простой вопрос бывалым. Пожар на борту в отдельных двух местах одновременно. В вашей практике хоть раз вы видели? Короче, думать подано. В Госдуме России заявляют, что, мол, обращения от родственников экипажа могут оказаться фейковыми. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявляет снова, что все живы. Экипаж Москвы, на которой пожар был, он весь живой, встречался главком Евменов с ними. Всех распределили. Я говорю, как военный человек. Всех четко распределили. Нужно говорить правду, сказал российский журналист Андрей Караулов в интервью с пропагандистом-полковником в отставке Виктором Баранцом. Я тебе скажу честно, Витюш, вот если бы нам сразу сказали, украинцы попали, я бы это понимал, это военная операция. Но когда ты говоришь, или я слышал, матрос не там покурил Беломорину, кинул бычок и взорвал крейсер Москва, флагман. Реакция Виктора Баранца, бывшего военного, а сейчас пропагандиста газеты «Комсомольская правда», сейчас говорить правду нельзя. Я считаю, что сейчас, когда нам не очень-то хорошо, когда, в общем-то, только грядет будущий схват, еще добавлять, добавлять, да, откровенно и правду сказали, ребята, у нас, мы потеряли флагман Черноморского флота, вот такие мы лохи, и вот это еще сыпает соль на рану родной армии, родного народа. Я считаю, что в нынешней политической ситуации можно пока и помолчать. Но и, конечно, и, конечно, Андрей, я понимаю, что надо говорить правду так, чтобы народ между срок понимал, что на самом деле произошло. В итоге, отмечают журналисты-расследователи информационного сопротивления, со ссылкой на свои источники в Крыму, у выживших с крейсера есть суицидальные настроения и в целом плохой моральный климат. Об этом говорят и военные эксперты. Мать выжившего срочника с Москвы рассказала проекту схемы, что выживших членов экипажа разбросали по разным воинским частям. Тех срочников с корабля, которые согласились сейчас подписать контракт, вскоре отправят обратно воевать в Украину. Родственники матросов из Ялты, Алубки и Петербурга подали заявление военкомат Симферополя и требуют рассказать, что случилось с их сыновьями.